Здравствуйте! Это программа «Я так думаю». Сегодня у нас в гостях член Президиума Союза строителей Волгоградской области Михаил Карлович Норкин. Говорим мы о долевом строительстве, о его тонкостях и возможных подводных камнях для участника дольщика. В последнее время в Волгограде участили случаи, когда в СМИ появляется история о так называемых обманутых дольщиках, а двух из них ранее рассказывало наше информагентство. Так, Михаил Карлович, долевое строительство сегодня получило весьма широкое распространение, однако случаи, когда недобросовестные застройщики обманывают дольщиков, все чаще появляются в Волгограде. Какие вообще существуют схемы обмана и каких подводных камней стоит обстерегаться нашим гражданам? Во-первых, я вначале хотел бы сказать, что случаи не участились. Примерно на одном уровне находится количество домов, так называемых проблемных домов. Министерство строительства определило своим приказом, какие дома, которые строятся за счет долевого участия в строительстве, являются проблемными. Это, прежде всего, конечно, дома, сроки ввода в эксплуатацию, которые уже продлены, то есть превышают сроки нормативные или сроки, на которые было выдано разрешение на строительство. Таких домов, насколько мне известно, в Волгоградской области около 17. Из них где-то около 7-8. Это такие проблемы с длинным, жилые дома с длинным хвостом. Я хотел бы, конечно, предупредить еще раз, об этом много-много уже писалось и в газетах, и в прессе, о том, на что не надо покупаться. Как только очень низкая цена, значит, нужно внимательно посмотреть, а какие документы предоставляет застройщик. Прежде всего, договоры долевого участия необходимо заключать с застройщиком. Застройщиком может быть только юридическое лицо, которое может выполнять работы с долевым участием граждан. Дальше. У него должно быть разрешение на строительство. У него должна быть официально опубликована декларация, проектная декларация, в которой должно быть описано, что за жилой дом, какие квартиры, какой площадью, какие там помещения, может быть, встроенные, которые могут находиться, или помещения, которые могут находиться в общедалевой собственности. И необходимо заключить договор долевого участия. Договор долевого участия должен быть обязательно зарегистрирован. Оплата за договор долевого участия должна происходить только после регистрации договора долевого участия. Очень часто вот эти ошибки бывают. И нельзя покупаться на так называемые договора инвестирования или какие-либо иные договора, которые не предусматривают предоставление квартиры. Еще очень частый случай, когда квартира начинает, как бы, долевое участие начинает осуществлять подрядчик. Бывают такие случаи, когда застройщик заключает договор с подрядчиком о выполнении тех или иных работ. И расплачивается с ним не наличными, не деньгами, а расплачивается квартирами. И получается, что в договоре у подрядчика записаны квартиры. И он тут же начинает их продавать. Он не имеет права их продавать, пока они еще не выкуплены им. А чтобы их выкупить, нужно выполнить весь необходимый объем работ для того, чтобы эти квартиры появились. И очень частый случай вот так, что заключает договор с подрядчиком. Вот покупает у него квартиры, которые еще нет. Ну вот участники долевого строительства считают, что сегодня нет механизма контроля расходования средств, поступающих от них ферме-застройщику. Вообще контролируется ли бы какими ведомствами ход долевого строительства? Если да, то как? Конечно, есть, контролируется. Этими вопросами занимается или находится в полномочиях государственного строительного надзора. Это у них есть такая отрасль. Есть отдел специальный, который занимается контролем за долевым участием в строительстве. Ежеквартально застройщики представляют туда финансовые отчеты. Ежеквартально. И они их внимательно смотрят. И если там где-то могут найти какие-то ошибки или что-то, какие-то нестыковки, обязательно там есть, так сказать, у них есть механизм, есть рычаги, штрафные санкции, которые заставят привести в порядок всю необходимую документацию. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали – это то, что один раз в год государственный строительный надзор имеет право тщательно проверить ту или иную организацию, которая строит жилые дома с долевым участием в строительстве. Это проверка выездная, когда смотрится вся бухгалтерская отчетность. И обязательно они увидят, если деньги, которые платят дольщики, были направлены не туда. Это обязательно они увидят. И если там есть какой-то состав преступления, они это увидят, они направляют соответствующие отчеты или бумаги в прокуратуру. Тем не менее, в последнее время появились такие вот схемы обмана дольщиков, которые включают в себя объявление застройщика банкротом, несостоятельным. И участники долевого строительства склонны полагать, что такое банкротство преднамеренное. Как вы вообще думаете, должны ли проверяться документы застройщика правоохранительными органами перед передачей в арбитражный суд? В случае, если при начале процедуры банкротства той или иной организации, которая осуществляла долевую часть строительства, Гостроинозор подключается, смотрит внимательно документы о процедуре банкротства. Если они сочтут, что здесь что-то не так, они сообщают об этом в прокуратуру. И это уже было не однажды. Во всяком случае, вот то, что на слуху, вот фирма Антекс, например, да, Гостроинозор считает, что здесь есть состав преступления, что здесь есть, скорее всего, преднамеренное банкротство. Такая бумага ушла в прокуратуру, и прокуратура, я думаю, до конца доведет все эти дела. Ну, давайте теперь поговорим о домах, которые называются самостроями. Сегодня в Волгограде несколько есть таких домов, в частности, в Советском районе их семь. Это многоквартирные трехэтажки, незаконно построенные на земле, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Тем не менее, волгоградцы приобретали в этих домах квартиры, и более того, они регистрировали на них право собственности. Разве вообще могло так случиться, что Федеральная регистрационная служба не заметила, что регистрирует договор о купле-продаже и право собственности на незаконные квартиры, или это вообще не входит в их компетенцию? Строительство на территориях индивидуальных домов, на квартирных домах, или строительство каких-либо иных строений, это как раз говорит о том, что несовершенно наше законодательство. Вот это вот закон о дачной амнистии, который позволил на сегодняшний день документы для индивидуального жилищного строительства оформлять в упрощенном порядке, а сейчас еще до, по-моему, 2016 года не требуется и ввод в эксплуатацию этих объектов, то есть абсолютно упрощенная процедура. Естественно, все недобросовестные или мошенники, люди смотрят, опа, упрощенная процедура, ну-ка возьмемся мы и начнем строить вот по этой процедуре. Как бы, получая земельный участок для индивидуального жилищного строительства, они уже заранее знают, что индивидуальный жилой дом строить не будут, а строить будут что-нибудь другое, потому что вот эти процедуры, которые прописаны там, они позволяют это делать. Так вот, теперь переходим к квартирным домам, которые на этой территории. Понятно, что это мошенничество, что это не случайный ход, потому что те, например, два человека, которые на сегодняшний день фигурируют во всех этих документах, они строили не один только дом, а 6, 7, 12 домов. Вот, практически по всем из этих домов принято решение суда о сносе. Возможно были рычаги, конечно, возможны рычаги, которые предотвратили бы строительство вот такое незаконное. А какие рычаги? Потому что есть соответствующие органы, которые могли в свое время увидеть это. Ну, например, значит, градостроительный контроль. Значит, органы местного самоправления должны осуществлять градостроительный контроль. Насколько я знаю, в городе Волграде этим занимаются администрации районов, которые должны это делать не один раз в квартал, там, обходить некоторые дома, и отчитываться о вводе в эксплуатацию индивидуальных домов, обследовать территорию, делать мониторинг всех ранее выданных разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. И, скорее всего, в самом начале еще этого пути они могли обнаружить и увидеть, что строится не индивидуальный жилой дом. Хотя это, конечно, сделать крайне сложно. Потом есть органы БТИ или кадастровые инженеры, которые оформляют технические паспорта, которых тоже почему-то они не написали, что вместо индивидуального жилого дома строится многоквартирный, потому что по планам этажей уже видно, что там квартиры. Дальше Росреестр, который регистрирует, дает право собственности на эти объекты, тоже могли бы увидеть. Особенно тогда, когда гражданин ввел в эксплуатацию индивидуальный жилой дом, получил право собственности на индивидуальный жилой дом, а потом почему-то начинает оформлять право собственности на квартиры граждан. Неужели не было мысли у Росреестра, как можно в индивидуальном жилом доме оформлять квартиры? В этих двух организациях БТИ и Росреестр могли тоже ставить какой-то барьер. Но этого барьера не произошло. Почему не произошло? Не знаю. Низкая ли квалификация? Заинтересованность ли людей этих? Непонятно. Но теперь приходится расхлебать то, что сделано. Потому что те граждане, которые на сегодняшний день там проживают, это там и по материнскому фонду получили, и по ипотеке получили. Как это могло все пройти? Как банки этого не увидели? А те люди, которые сделали это, те застройщики, которые получили земельный участок, которые оказались, на мой взгляд, мошенниками, на них, насколько я знаю, заведено уголовное дело. Я думаю, что прокуратура доведет это дело до конца. И каждый такой новый случай обязательно должен заканчиваться посадкой мошенника. К сожалению, в законе не прописано, что из себя представляет индивидуальный жилой дом. Там только сказано, для проживания одной семьи. Точка. А как проживать? Сколько должно быть комнат? А должен ли быть подъезд? А возможно ли это или нет? Это не прописано. Это опять дает возможность, лазейку для мошенников. Как вы считаете, удастся сохранить жильцам сейчас тех квартир свои дома? Каковы их шансы? Они этим обеспокоены более всего? Пока, насколько я знаю, удалось Министерству строительства с привлечением специалистов найти какие-то механизмы. Договориться с этими застройщиками, чтобы за их счет сделали обследование. Делали обследование, потому что, что ж, сегодня заставлять этих людей платить за обследование. Скорее всего, это нужно делать за счет тех застройщиков, которые нарушили закон. Поэтому будут сделать тщательное обследование, рассмотрят еще различные альтернативные варианты. Но я думаю, в своем подавляющем большинстве данные дома будут узаконены. Спасибо большое. Мы говорили о долевом строительстве, о его тонкостях, а также о домах-самостроях в Волгограде. У нас в гостях был Михаил Карлович Норкин, член Президиума Союза строителей Волгоградской области. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.